Но он же любит все повторять, поэтому надо ловить момент. Он пропекся и вот эта вишенка. Срочно сыграть в игру! Я тут застилаю диван. Добавлю риса и будем котлеты жарить. А Ринка у нас жарит семечки со специями. Кстати, у тебя завтра последний выходной. У нас уборочка полным ходом. Всем привет! Сегодня понедельник. Хотя мы часто убираем, но генеральная уборка у нас раз в неделю по понедельникам. Когда у Вова выходной. Артур, ты помогаешь папе? Так, пылесосишь. Артурчик у нас всегда помогает. Сегодня, когда Арина вытирала, короче, мыла зеркала, холодильник там. Он тоже ей помогал мыть. Но он же любит все повторять, поэтому надо ловить момент, чтобы повторял. Ну вот так вот. Ох ты какой ты сильный, Артурчик! Прям силач-силач. Так, вот такие у нас помощники. И убираемся. Ну вот и все, уборочка наша закончилась. Ага, папа еще полы домывает. Тоже на муцарел. Артур тут ходит, ему жару дает. Я только выписал. Артурчик, нашел тут игрушки себе? Вернее, папа дал. Не, хотя как папа дал? Сама дала. Папа не давал. Там такая истерика была. У нас запреты на все. У нас Артурчик обычно. Забрал, но зато игрался. Видите, как просто. Все. Ребенку просто нужно чем-то улечься. И все. И будет спокойный ребенок. Но, конечно, совсем это не прокатит. Потому что он летит много туда, куда нельзя лазить. Так, Артур? Так, ладно. Папа домывает полы. А я вишню вчера что размораживала. Вчера вечером так ничего не приготовила. Нам хватило на второй раз покушать тех венских вафель. Поэтому сейчас пойду что-нибудь здесь пеку. С вишенкой. Артурчик, если мне Артурчик даст. Он у нас любитель по зеркалу походить. Так. Так. И свет повыключать, повключать. Будешь свет выключать, Артур? Скажи. Ой, как просто. И интересно. Артурчик, ты у нас пчеловод? Нет, не пчеловод. Отдел себе эту сетку на голову и смотрит мультики в ней. Нет. Да? Да? Ходит уже, наверное, полчаса в ней. Не снимает. Ну, и вчера вечером ходил. Видимо, обзор хороший. В клеточку. Он просто пчеловодой играет, да? Скажи, я пчеловод. А мы сейчас будем есть пирог. Только ложками. Потому что он не режется, а сыпется. Не удался нам один из пирогов. Опять. Опять. Мука у нас не та, какая надо. Чего мы сегодня опять идем? Из-за всяной муки. Ну, странная, самка же нормальная поедет. Ай, кто там у нас улыбается? Малыш улыбается. В общем, у нас чайпитие сейчас будет. И я приготовила кекс с вишней. Пойдете, посмотрим, какой получился. Пойдемте покажу, какой кекс получился. Ну, что Вова сказала, что он рассыпается. Я благополучно его достала. Вот это вот вишенька. Он пропекся. И вот это вишенька. Сейчас попробуем. Смотри, как он хорошо достался. Он не крошится. А, ну я ложкой доставал. Он очень вкусный. Ну, вкусный я попробовала, да. Мне понравилось. А, Тёмка не спит. Тёмка с вами спит. Он не хочет спать. Все, пойдем пить чай. Всем приятного аппетита. Так, у меня в планах было сегодня помыть Артурчика. А он заснул в 7 часов. Я закончу, заканчиваю ролики, ну, видео на сегодня. Думаю, сейчас хожу кофармашках. Приду и будем мыть детей. Сначала Артурчика, потом в тёплывание Артёмчика. А тут не то, что было. Ну, вот, бывает в 7, бывает в 10. В общем, сегодня планы он мои сорвал. Он может проснуться в 9. Вот пойдем и помоем. Ну, да, какая разница. Мы вообще семья полуношников вложим всё то в два, то в три. Ну, в последнее время почему-то да. Да, что значит почему-то? Потому что дела надо делать. Дела, да, и дети не спят долго. Ты чё, облучиваешься? Диван расстилай давай. Расстилай давай, Диван. Тебе, кстати, Артурчика сейчас мешать не будет. Вон, на столе я положила. Вот, так что Артурчик у нас заснул. Ну, мы решили расстелиться сразу, мало ли до утра будут спать. Решили расстелиться, я говорю, сразу, мало ли будет до утра спать. Вдруг до утра проспит. Такое бывало раньше. Бывало иногда, да. Он ложился в 7 и спал до 7. В полсуток. В 10 и спал до 8. Нормально спят, нормально. Всё, Артуринка помогает расстелаться. А ты чё делаешь? Я контролирую процесс. Руководитель тоже должен быть. Давай, 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 швейли, 8. Вот, а я сейчас поставлю котлеты делать из нота. У нас сейчас будет нот один. Зомби-ленд, зомби-ленд. А я? Ну, вот, зомби-ленд посмотрим, да. Мне нужно срочно сыграть в игру. Срочно? Срочно, срочно. Представляете, какие дела? Срочно сыграть в игру. Я тут застилаю диван, он такой собрал сыграть. Ну, что ж, такая вот жизнь. Кто на что учился, как там обычно говорят, да. Вот, нам ещё предстоит приготовить ужин. Нут отварила. Котлеты вчерашние нам понравились. Мы соскучились уже по ним. Вот, давно уже не ели. А то чечевица, чечевица одна. И что? Нут. Рисик. Это туда потом добавлю. Лучок сюда закину. Это перемолится, но не в пюре. Добавлю риса и будем котлеты жарить. Вот так вот. И аквафаба тоже у меня. Вот она. Остывает, потом заморожим. То, что пока она не нужна, потому что майонез я сделала вчера. Вот такая вот консистенция. В крошку, но не в пюре. Сейчас риса буду добавлять, и они будут очень хорошо лепиться. Рис как каша, ну, сваренная, чтобы была. Нерассыпчатая. Ааринка у нас уже второй вечер подряд жарит семечки со специями. Да. Вчера у нас было с чем? С мясом. С мясом, с чесноком. С мясом себе. С вкусом колбасы. Ну, вкусом такой был, да, интересным. А сегодня картофельная приправка. Ну, соль с приправками. И, в общем, вот так вот мы семечки сейчас кушаем. Но жареные, вот именно когда мы жарим дома, семечки, они очень вкусные. Правда? Вкусные. Вкуснее, чем в магазине. В общем, Артурчик спит. Артемка спит. И мы занимаемся своими делами. Так, мама пока делала тесто. Спасибо, нажарила семечки вкусные, наверное, еще не пробовала. А, понятно. Вот, я решила, что я не буду стоять жарить, как чарового. Я сделаю вот так. У меня есть такая форма с бортиками в один сантиметр. Мама заказывала ее на Алиэкспресс, она пошла маленькой. Да. И я все разровняла и просто поставлю в духовку на некоторое время. Посмотрим, что получится. Какая разница? Жареное вообще вредное, нечего есть жареное. Вот так вот. Да, кстати, у нас уже ужин. Артурчик спит, поэтому сниму здесь. Вот так вот запеклось у меня. Здесь тверденько так, и здесь такая корочка, и вообще без масла получается. Ну, и зачем, как говорится, жарить котлеты? Вот и так очень хорошо. Вот так вот. Очень вкусно получилось. Такая вот запеканочка. Вместо котлет. Всем приятного аппетита. Мы ужинать и смотреть фильм, который мы собираемся смотреть. У нас уже 12 почти. Спать не хочется, поэтому кое-что сделаю сейчас. Артурчик тут книжку. Очень сильно порвал. Надо, в общем, склеить. Супер универсальным средством это скотч. Оно действительно очень универсальное. Постоянно с вами прикалываемся. Спасает очень часто. Вот так вот. Ты что еще не спишь? Еще рано. 12 часов всего лишь. Новый день уже начался. Ты что, ты будешь долго сидеть? Нет. Только хочу закончить кое-что. В игре и спать пойду, наверное, минут через 10 уже. Что-то мне спать не хочется странно. Оно бывает такое. Какой-то промежуток времени. Ты хочешь спать вечером. А потом его пересидел и все. Муж уже полночи не спит. Да, вот так вот. У нас огонечки тут горят. Прикольно. Дети спят уже все давно. Ну, Арину чуть обложили в 11 часов. Тоже такая нехочуха. Не хочу спать и все, не хочу. Ну, заснула сразу. Конечно, она очень быстро засыпает. Сегодня был такой день. Какой-такой-такой. У нас вообще для нее пролетают очень быстро. Время летит. Не знаю. Ну, именно вот с Артемчиком. Постоянно. Вот вокруг него, вокруг него. И почему-то вот для меня очень-очень быстро время летит. Кстати, у тебя завтра последний выходной. Каникульный. И все. Как мама будет справляться? Мама уже привыкла к тому, что ты дома. Арина у меня до 12-го сидит. А потом я вообще одна. С двумя мелкими. Это, конечно, да. Тяжеловато. Ну, ничего. Справимся как-нибудь. Справимся. Мама справится. Ну, вот так вот. Всем почему-то завтра. Сегодня встретимся. Всем спокойной ночи. Ну, и с наступившим вас праздником. Да, пока-пока. Пока-пока.